МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В воскресенье подача электроэнергии возобновилась. От стихии пострадали и дома местных жителей. У некоторых подтоплены огороды и подвалы, повреждены крыши домов. Несколько человек обратились в Ширинский сельсовет с просьбой о помощи. Пострадавших десятки, причем не только жители Хакасии. Ущерб сотни тысяч рублей. К нам в редакцию обратились клиенты Абаканского центра повышения квалификации медицинских работников. Почти полгода назад они заплатили за услуги ООО «Престиж». Удостоверение о присвоении категории им обещали выдать еще в апреле. Но до сих пор нет ни сертификата, ни денег. Эта история для медицинских работников дома-интерната в Абакане началась еще весной. Раз в пять лет они обязаны подтверждать свою квалификацию и право работать в медицине. Знакомые посоветовали, есть контора, в которой необходимые документы выдадут быстро, всего за месяц. Этот месяц для всех тянется уже больше полугода. Около 20 человек в марте сдали аттестационные работы, заплатили по 12 тысяч рублей и стали ждать. Когда удостоверение не получили ни в апреле, ни в мае, решили забрать и работы, и деньги. Отвоевать получилось лишь первое. Мы еще 28 мая также подали заявление в прокуратуру. Прокуратура нам просто отписалась, что вы имеете право обратиться с этим вопросом в суд. В суд мы обратиться, как выяснилось, не можем, потому что у нас договор так составен. Нету точного срока оказания услуги. И так поставлен вопрос, что если мы досрочно решим расторгнуть договор, то мы же еще им должны будем. Они конкретно наживаются. Нас просто обманули, потому что у нас теперь нет доверия к этим людям. В ходе разбирательств и попыток найти правду выяснилось. Друзей по несчастью десятки. Из Сейногорска, Краснотуранска и Аскиза. С Ибрагимом Козласовым мы столкнулись у закрытых дверей офиса. У меня с какой целью приехали? Получить сертификат, повышение квалификации. Когда учились? В апреле этого года. О, в феврале этого года. Обещали дать в апреле этого года. Вы платили что-то? Да, платили. 21 600 заплатил. Плюс еще организация за меня заплатила. Также работник социального центра для реабилитации несовершеннолетних рассказал, знакомый парень отучился еще в июне прошлого года и до сих пор сертификат не получил. Ибрагиму еще повезло. Ему директор фирмы «Престиж» обещает выдать документы буквально на днях. А вот женщины не могут с предпринимательницей ни встретиться, ни дозвониться. Сейчас трубку долго брать не будут. Кабинет общества с ограниченной ответственностью «Престиж» находится в одном помещении с Абаканской прокуратурой. Но даже такое грозное соседство не останавливает предпринимателя от нарушения всех условий договора. Сегодня инициативная группа уже обратилась в управление по экономической безопасности полиции. Мы же в свою очередь обращаемся к телезрителям. Если кто-либо из вас пострадал от действий ООО «Престиж», звоните к нам в редакцию. Анна Ахпашева, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. Спасатели Хакасии вылетели в Таштыбский район на поиски пропавшего. Согласно оперативной информации, мужчина, 82-го года рождения, отдыхавший на одной из таежных баз, еще 1 августа ушел в лес и не вернулся. База расположена в верховьях реки Абакан, в 200 километрах от Абазы. Место труднодоступное, поэтому для более оперативной доставки спасателей выделен вертолет Ми-8. Поиски осложняют то, что неизвестно даже примерное направление, куда ушел молодой человек. Из Абакана в Новосибирск теперь и самолетом. В минувшее воскресенье запустили новый авиарейс, который сразу стал популярным среди пассажиров. Билетов было продано 60%, причем в обоих направлениях. Больше чем наполовину был заполнен салон и сегодня к трапу вместе с улетающими отправились и наши корреспонденты. В минувшую субботу на реке Абакан чуть было не погибла 27-летняя девушка. Она каталась на гидроцикле. На водной машине она была одна. Гидроцикл заглох и его пронесло по течению 4 километра. В районе автомобильного моста через реку Абакан скутер сел на мель. Спасателей вызвал очевидец. В общей сложности на спецоперацию потребовалось полтора часа. Работа не отняла много сил. Однако спасателей поразил тот факт, что ни один из судоводителей, проплывающих мимо, по словам самой девушки, не пришел ей на помощь. Завтра гости из Германии, которые пребывали в Хакасии около 10 дней, отправятся домой. Поездка в нашу республику состоялась в рамках проекта народной дипломатии «Хакасия-Германия. Мост дружбы». Он существует уже 20 лет. В 93-м школьники из Хакасии впервые поехали по обмену в Германию. Спустя год уже сибирская земля принимала немецких учеников. Сегодня в делегации из 13 человек в основном люди солидного возраста. Многие педагоги по образованию. Поэтому встречи с местными учителями оказались особенно интересными. В рамках симпозиума обсуждались вопросы работы со школьниками, которая бы вела к их будущей успешной профессиональной деятельности. Многие из сегодняшних гостей приезжают в Хакасию уже не впервые. С каждым разом культурная программа становится более расширенной. Этим летом делегаты побывали на Саэно-Шушинской ГЭС, смотрели Салбыкский курган, церковь Минусинский, памятники археологии. Впечатления от поездки переполняют. Но самое главное, говорят немецкие гости, поразило гостеприимство и уважительное отношение со стороны жителей Хакасии. Мы узнали также, как здесь организуется профориентация школьников. И самый главный вывод, который я для себя сделал, что предприятия и организации могли бы больше участвовать в подготовке школьников к профессиональной деятельности. Я оставила очень много материалов, практически весь свой багаж профессиональный, весь свой опыт, который я собирал в течение 40 лет. Финал конно-спортивных соревнований районов Хакасии прошел в минувшую субботу. Проведение скачек стояло под вопросом после пожара на конюшне Ивана Миндебекова. Погибшие лошади – основа команды Аскийского района, главные претенденты на победу. После долгих консультаций и по личной просьбе конезаводчика скачки решено было не отменять. Праздник состоялся. На ипподроме побывала и наша съемочная группа. Финал конно-спортивных соревнований районов Хакасии состоялся, несмотря на случившееся. Пятничный пожар, по мнению специалистов, отбросил спортивное коневодство в республике лет на пять назад. Достаточно сказать, что среди погибших лошадей были единственные представители в стране, которые не оставили потомства. Масштаб трагедии можно оценить и потому, какой отвлек она получила по всей России. Мы столько получили звонков не только от хозяйств нашей республики, а то не владельцев нашей республики, но практически вся страна звонила. Он очень известный коневладелец. Все готовы оказать нам финансовую помощь в том числе. Не оставят в беде и власти республики. Глава Хакасии пообещал и Ивану Мендибекову, лично присутствовавшему на скачках, и другим конезаводчикам солидное вложение в эту сферу. В этом году в республике впервые предусмотрено 10 миллионов рублей на поддержку коневладельцев по пообретению молодых спортивных лошадей. Некоторые из них сегодня участвуют в заездах. Заметно возрос интерес к коневодству в муниципальных образованиях. К слову, коневодство как спортивное, так и промышленное сегодня возрождается и успешно развивается во всех районах Хакасии. В скачках участвовали представители всех территорий, кроме аскиза. Помимо главного приза участники боролись и за индивидуальные призы Минсельхоза, Мавра и главы Хакасии. Это всю жизнь идешь к этому, что и мастерство шагеев, что лошадь надо готовить, тренерство. Довольно, радостно, конечно. Финал конно-спортивных соревнований в таком виде проходит уже в четвертый раз. Посмотреть на заезды традиционно приходят целыми семьями. Всем кричим, здорово, давайте быстрее. Мы первый раз, мы приехали, во-первых, издалека в отпуске здесь, и вот попали. Очень рады. Просто отдохнуть, посмотреть. Нужно развивать это, потому что нужно привлекать народ, чтобы ходили. Это же хорошо, здорово. Чем больше разнообразия, тем лучше. В этом году главный кубок соревнований отправился в Таштыбский район. Второе место занялось Тебаканский. Третье – Ширинские районы. Победители получили и денежные призы. 50, 30 и 20 тысяч рублей соответственно. Виктор Лушников, Анна Ахпашева, Сергей Казьмин. Вести Хакасия. На прошлой неделе Хакасию шокировал случай в Черногорске. Там глава семьи зарезал свою жену с сыном, а сам покончил жизнь самоубийством. В том, почему такие случаи в последнее время стали нередкостью, попытался разобраться Алексей Гончаренко. В его рубрике интервью побывал практикующий психолог Сергей Акимов. Разговор, где речь шла о психологическом дискомфорте современного поколения, смотрите сразу после Вестей. А я с вами прощаюсь. До встречи на канале Россия 24.